Кыргызским сельхозпроизводителям необходимо усилить свои позиции и перейти на выращивание органической продукции. Так высказалась депутат Джагурку Кенеша от фракции Республика Атаджурд Махабад Мавлянова еще в прошлом месяце. Кыргызским фермерам необходимо перейти на выращивание органической продукции и сделать упор на ее развитие, поскольку в мире растет спрос на экологически чистую продукцию, отметила Нардеп. И у фермеров появилась такая возможность. Так, одна из компаний выпускает биоудобрения и биоактиваторы, которые не содержат в себе химических минеральных примесей и помогают удобрить почву и повысить урожайность. Уникальность в том, что вся наша продукция готовится после глубокой переработки навоза. Это не та технология и не то понимание, которое мы обычно привыкли видеть. Это совершенно другая технология, другая методика получается. Мы здесь не применяем никаких каких-либо химических элементов, реагентов. За счет глубокой переработки мы достигли высокоэффективности нашего продукта. Сегодня во всем мире все актуальнее становится вопрос продовольственной безопасности, а вместе с тем и качество выращиваемой продукции. Технологии по производству органических удобрений не стоят на месте и охватывают все больше территорий распространения. Так, экоудобрения адаптированы ко многим климатическим и географическим условиям. Удобрения работают непосредственно через почву. Ежегодно с получением урожая выносится огромное количество полезных веществ из почвы, а при помощи удобрения они восстанавливаются. Работа его достаточно простая. Она заключается в том, что вкладывая этот продукт в почву и вынося ее самыми различными способами, мы, как правило, достигаем того, что обогащаем эту почву микроорганизмами, которые перерабатывают плодородный слой и дают возможность повысить гумус почвы. И это самое главное и самое необходимое для того, чтобы получить усвояемую форму питания для любых сельскохозяйственных культур. В Кыргызстане удобрения применяются в Чуйской и Сыкульской, Таласской областях, в южной части Республики Волжской, Нарынской, Джалалабадской областях. А также наш биоактиватор широко используется в странах Европы, Турции и России. Организация выпускает не только жидкий биоактиватор, который широко применяется на больших площадях, но и биогумус, который больше подходит для садоводов и огородников. Норма внесения на один гектар получается 20 литров. По деньгам это выходит 1400 сомов на один гектар. В отношении Таласа я бы сказал, что там мы вынуждены норму применения увеличивать до 40 литров. Дело в том, что ежегодно, выращивая в Таласской области фасоль, земли настолько были истощены, что и там практически не было севооборота. Только редкие-редкие фермеры соблюдали севооборот. Поэтому в Таласе рекомендуем 40 литров, а в других регионах мы рекомендуем 20 литров. У Кыргызстана есть все возможности для развития экологически чистой продукции и выхода на мировой рынок. Тезис о том, что минеральные удобрения должны быть, справедлив. Но фермеры должны строго соблюдать нормы внесения, так как чрезмерное внесение химии в почву несет угрозу напрямую для здоровья человека. Распространение и использование органических удобрений на сегодняшний день является вполне актуальными вопросами, оказывающими влияние на аграрную политику страны.